привет надеюсь кому то будет полезно сейчас я расскажу как строить дороги их можно строить принципе двумя способами во первых это обычный меш вы берете и допустим уже создаете его заранее или второй вариант это вид сплайнами уже с помощью анрива то есть мы берем переключаемся в режим landscape и здесь есть такая в менедж в конце вот сплайн они вот так вот выглядят в каждой версии по разному немножко но в основном это какая-то линия либо с точками либо что-то нажимаем соответственно мы можем рисовать сплайны вот у нас есть landscape нажимаем на control и левый клавиши мыши мы ставим точку соответственно где вам необходимо вы уже ставите точки и вот они принципе уже когда вы следующую точку ставите поворачиваются автоматически если они вот так вот ставится неправильно вы по сути должны чуть чуть больше точек ставить и соответственно уже потом можно их редактировать если вам вот это да одна дорога если вам вдруг необходимо другую дорогу вы убираете с последней точки выделения и нажимаете control и обратно здесь и уже создается новый сплайн смотрите все мы сплайн нарисовали да давайте будем его редактировать можем закрывать по сути так скажем редактирование образно да и подвигать точки покрутить если необходимо если необходимо уменьшить увеличить ну или там вот какие-то у вас допустим места где нет необходимости заезжать до допустим здесь мы поставим так здесь так сдвинем сюда и все но в принципе дорога вот так вот и рисуется смотрите далее что у нас имеется видите вот эта основная часть зеленая это является дорогой вот здесь выделены пунктирный это по сути так скажем обочина это обочина закругляется если допустим сплайн находится где-то выше она вот примерно не в таком радиусе а вот именно в этой даже получается в этом радиусе начинает закругление где-то до конца вот если я вот так приподниму здесь допустим чуть здесь здесь я могу опустить небольшие да смотрите вот есть у нас еще details где мы будем выделять необходимые control point выделяет нам все точки данного сплайна видите да второй сплайн которую мы рисовали он не выделен соответственно мы будем только применять для этого далее что у нас здесь есть location rotation вы сами понимаете мы уже его настраивали по отдельности по каждой точке можно менять общее положение но это будет некорректно смотрите half life это у нас основная ширина дороги допустим делаем 500 и вот эта основная ширина вот она как раз таки сужается далее у нас основной параметра это тоже сайт фаул это вот как раз таки наша обочина давайте ее поставим в районе 700 пусть будет и вот так вот у нас все получается здесь далее здесь у нас вот давайте выделим вот вот эту допустим одну часть смотрите left side follow если мы ее двигаем да то есть мы регулируем ширину данной штучки если у нас точки будет все выделены мы будем у всех двигать соответственно это левая это правая часть они кстати нам тоже иногда нужны в данный на данном ванскейпе это кстати нигде не показывается но можно было конечно сделать это допустим на каких-то обочинах до возле каньонов и так далее вот как раз таки вот эта часть нам должна помочь вот смотрите давайте немножко сглажу получается здесь у нас представим что где-то обочина чуть радиус увеличим какая-то да и вот вот так у нас что-то попадает не очень хорошо но здесь мы сейчас все исправим то есть вот эта обочина как раз таки она является из закруглением и некоторых действий до определенных так выделяем точку допустим control point и чтобы вот под дорогой у нас ландшафт появился мы можем сделать как мы можем all splines вот мы два раза нажали и соответственно он появился и начал немножко расти если мы будем больше нажимать несколько раз вот он потихонечку будет появляться так как у нас здесь большая высота соответственно нет никакого хорошего скругления да мы можем конечно увеличить правая часть но это нет необходимости здесь уже немножко ручками делаем то есть мы берем допустим нашу смув и потихонечку сглаживаем да но здесь я слишком переборщил и радиус высокий ну вот вот так как-нибудь потихонечку сглаживаем стараемся не делать вот таких больших каньонов и теперь смотрим так снова выделяем все и как видите да вот там где мы поднимали точки вот landscape тоже приподнялся когда мы all splines нажимали если мы нажмем на точку и выберем сегменты он будет выбирать не точки а вот эта часть сегментскую как раз таки образом вот это зеленое выделение он и будет выбирать для того чтобы допустим сделать дорогу вот мы выбираем сегменты с выбором и сюда подаем наш мэш в данном случае у меня его нету сейчас давайте экспортируем можем создать допустим в том же самом блендере мы делаем ну допустим из того же кубика ну либо давайте сделаем из обычной плейна выделяем его допустим увеличиваем по ширине если вам необходимы какие-то бордюры и так далее вы делаете бордюрчики ну и соответственно вот так вот все получается если вы допустим хотите какие-то действия сделать допустим с возвышенностью этой штучки давайте все это выделим чуть-чуть приподнимем ну а допустим вот эти части которые крайне если посмотреть сбоку они у нас висят соответственно их необходимо тоже опускать ну для того чтобы не было никаких проблем можем так скруглять можем так скруглять и вот в принципе дорога у нас вот так вот получается ну вот что то подобные дороги да в данном случае здесь еще необходимо делать развертку давайте быстренько это сделаем так сделаем сброс изменений выделяем полностью и соответственно делаем так вот пусть будет так повернем на 90 мне так будет проще потому что у меня текстура расположена вот так вот ну и все в принципе все отлично сейчас это мы можем уже экспортировать делаем экспорт сохраняем допустим где-то на рабочем столе делаем экспорт и заходим в андрилл делаем импорт в данном случае так у меня это вот я выбираю те модели которые у меня были допустим я вот сделал вот только что при вас одну и то что у меня были так то что мы сделали у нас неправильно она немножко вывернута соответственно давайте я ее разверну правильно и заново экспортируем теперь делаем реимпорт и все вот отлично также давайте закинем сюда текстуры нашей дороги так это я подготовил несколько текстурок сейчас они у нас импортируются и смотрите давайте создадим create material вот у нас road допустим для той части которую мы сделали для дороги вот она с такими вот обочинами применим этот материал сразу и вот мы видим в принципе ну да я немножко не попал ну это надо несколькими видами попытаться корректно попасть далее мы выделяем наши сегменты и соответственно вот сюда сплайн меш мы открываем нолик вставим данную данный меш и как видите да у нас дорога встала но соответственно она как-то развернута повернута неправильно смотрите здесь можно изменить изменить поворот в данном случае это у нас forward axis мы можем повернуть так можем так но в некоторых у нас просто не будет определяться вот в данном случае здесь у нас все правильно теперь стоит и здесь у нас немножко да все летает но это нормально потому что вручную иногда приходится редактировать эти части также мы можем наши выделенные допустим контрольные точки вот эти мы можем сюда поставить меш но смотрите если мы будем ставить сюда меш меш появится именно в этой контрольной точке так можно делать допустим те же самые знаки дорожные знаки да то есть но надо чтобы чтобы их делать правильно надо чтобы у них точка пива то была находилась там же где дорога но сами они допустим давайте сделаем небольшой знак вот где-то на обочине приподнимем его в данном случае он конечно у нас будет слишком либо высокий либо широкий но это не важно просто покажу так далее мы добавляем сюда еще какую-нибудь часть это у нас будет сам знак ну вот так в принципе достойно новое выделяем мне это надо в один так и разворачиваем корректно все теперь эта моделька у нас отдельная давайте ее тоже экспортируем так экспорт lbx ro2 допустим назовем ее и сюда поставим импортировали но он нам еще и plane выделил ненужный в данном случае мы уже его экспортировали и теперь давайте поставим на давайте на каждую точку контрольную поставим этот меш как вы видите да вот он стоит не там где необходимо соответственно мы его должны просто по сути переместить где-то в другое место потому что мы саму дорогу поворачивали и соответственно вот это у нас тоже должно стоять где-то в другой части по сути дорога вот находиться должна вот так вот по оси x но в данном случае давайте rz так gx и y ну пусть будет так экспортируем экспортируем так реимпорт сделали и ну мы снова немножко прогадали да и и ну в принципе вы понимаете да вот то есть чуть-чуть подвинуть надо и с другой стороны сделать то есть ну здесь знаки допустим здесь вам не нужен знак вы убираете здесь тоже не нужен знак вы убираете на всех других они стоят есть есть еще несколько других вариантов допустим чтобы landscape сам автоматически подстраивался под контрольные точки давайте мы вот это все удалим а ну и еще кстати я хотел показать насчет вот такой вот штуки смотрите последнюю точку мы выделяем допустим приподнимем когда мы выделим все точки нажмем all splines видите да начало у нас немножко приподнимается да допустим если вам вдруг необходимо чтобы landscape поднимался прям до этой точки у этой точки есть такая штука как endfall это вот как раз таки 2000 это вот тот та часть которая закругляться будет если я выделил допустим эту точку но это работает только на последней и первой точки на всех остальных она по сути не работает вот я первую точку выделяю делаю 0 и l splines заново нажимаю чтобы у нас landscape подстроился и соответственно он вот здесь вот так вот порезал видите эти углы но это соответственно из-за того что у меня landscape с большими так скажем большими ячеечками сделан вот давайте я запущу нажму видите да вот сам landscape вот каждая вот эта белая ячеечка вот она и с прямоугольничком как раз таки и нарезалась то что она вот так очень часто дрессирует ну это соответственно из-за материала у меня там так ну и что еще подсказать ну здесь остальные параметры не особо нам необходимы зачастую так давайте я покажу как сделать автоматический материал то есть автоматические подстраивания под именно сплайн я удаляю данный сплайн да давайте я немножко выровняю чтобы как было раньше и продолжим ну вот и все я почистил и теперь смотрите выделяем наш landscape далее мы ищем details enable edit layers нажимаем галочку создаем то есть мы сейчас разрешаем нашему landscape так скажем по слоям работать далее мы переходим снова в landscape и здесь есть появляется вот такая вот такой параметр как edit layers соответственно нажав сюда правой клавиши мы можем создать create допустим вот он да называем его road допустим и мы этот слой по сути можем сделать как специально для сплайна то есть мы нажимаем окей и соответственно выделяем кнопочку сплайн и так же мы рисуем необходимые части этих сплайна ну вот так примерно и то есть вот то что мы уже нарисовали он уже как необходимо подредактировал наш сплайн то есть если я приподнимаю и он автоматом уже приподнимает весь наш уровень вот то есть нет необходимости нажимать клавишу а у сплайнс и так далее да он ли сэлект неважно что одна что вторая по сути подстраивает нам под необходимое это значение можем вниз можем вверх то есть все это будет настраиваться видите да я опустил первую точку но она вот с тем параметром 2000 у нас как раз таки такое небольшое закругление создает если я сделаю ноль он прям так скажем опустит как необходимо эту первую точку допустим если я у третьей точки сделаю ноль мы ничего не заметим так выделяем наши точки все делаем допустим 500 здесь мы делаем тоже 500 и вот так вот все появляется да вот как раз таки на обочине вот здесь из-за того что высота небольшая прям хороший такой вот спуск получается у нас давайте теперь сегменты выделим поставим сюда какую-нибудь какую-нибудь дорогу пусть это будет road mesh 1 и поставим туда другую текстуру вот допустим вот эту здесь она вот просто плоскость с уклоном по краю сохранили закрыли выделяем mesh ставим сюда здесь он снова неправильно был создан и соответственно сделаем поворот на ford axis текстура у нас повторяется да я просто ее подобрал некорректно ну и ладно смотрите текстура у нас кривая некрасивая вот допустим какая-нибудь попалась вот такая да а вам хотелось вот просто дорогу по песку вы можете по сути это отредактировать этот текстуру в каком-нибудь фотошопе с прозрачностью я и это сделал вот она текстура давайте создание материал сразу для нее но к сожалению это будет больше съедать так скажем ресурсов компьютера но будет намного красивее смотрите выделяем наш основной материал делаем транслюшн и получается в транслюшн си мы переключаем ну допустим на сурфейс транслюшн си вальюм ну и прозрачность мы подаем в опасити ну это вот как минимум вот так хотя бы можно сделать делаем сейф apply и сейчас давайте поставим вот видите да вот здесь уже вот такая вот прозрачность появляется это очень хорошо давайте запустим смотрите если я сейчас нажму f5 зеленое 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 это означает что все хорошо и проблем не будет с этим ставим наш второй материал который уже с прозрачностью так мы выделяем заходим в дорогу и и применяем просто другой материал здесь по-другому никак сейчас он применится так материал применился смотрите вот такая вот прозрачность создается да и основание у нас как раз таки все красиво сочетается но если мы зайдем ну из-за того что здесь я неправильно материал текстуру получается дороги подобрал вот видно что он как будто немножко летает но это нормально то есть если я нажимаю f5 видите да все зеленое дорога у нас красная соответственно соответственно вот где ps вот она это вот как раз таки наша часть очень опасненькая почти уже плохая но если компьютеры тянут в принципе это не будет особой разницы быть ну то есть результатов сильных не даст и проблем тем более если у вас небольшие какие-то дорожки вот я рекомендую вот это использовать прозрачность максимум на дорожках которые у вас для персонажа какого-то стоят где-нибудь в горах там допустим такие маленькие дорожки в которых песочек если вы не используете blend space для материала а вот хотите вот в таком виде сделать то можете попробовать ну и соответственно здесь то же самое это у нас на сегментах на контрольных точках также можно выставить данный я его немножко подвинул и соответственно он уже стоит у нас где необходимо пробежимся если на запустить фпс ну фпс у меня особо не просядет потому что здесь все зеленое кроме данной дороги она очень сильно не повлияет на него а на этом все друзья до скорой встречи пишите какие вопросы у вас появляются пока и пока и Продолжение следует...